На момент выхода в 2011 году iPhone 4s в стеклянно-металлическом корпусе отличался от всех невзрачных пластиковых скрипучих конкурентов тех лет. Это сейчас мы в смартфонах получаем отличную сборку даже в нерагих моделях. А раньше смартфоны были собраны как пульт от телевизора. Большие стыки, неприятные скрипучие гибкие корпусы из пластика. В то время даже Samsung премиальные выпускали из пластикового корпуса. iPhone 4s был как верту. Когда звонила знаменитая мелодия звонка Mirambo, все понимали, что у тебя в руках iPhone. Это было дорого и престижно. Тогда на рынке смартфонов были глюченные андроиды, еще более глюченные были сенсорные Nokia на Symbian. Ну и были кнопочные телефоны. И в любом месте iPhone 4s вызывал огромный интерес, особенно в таком белом цвете, который было тяжелее достать. Но в те годы у меня был iPhone 4s, именно такой же белый на 16 гигабайт. И стоил он новый примерно 650 долларов в США. С налогами это выходило примерно 21 тысячи рублей, потому что курс доллара был 30 рублей за 1 доллар. И айфоны, привезенные с Европы и США с серыми путями, можно было купить в России за 25 тысяч рублей. Хотя, конечно, наши розничные магазины продавали их по 35 тысяч рублей. И эта модель продавалась еще несколько лет. И я помню, как в NVIDIA, в Евросети, они стоили примерно 13 тысяч рублей. То есть, тогда iPhone был доступный. И в те годы я носил телефон без чехла. Мне нравилось ощущать в руках этот шедевр инженерной мысли. Ну и ремонт был проще. Телефоны были крепче. Конструктивно их было проще чинить. И даже сейчас iPhone 4s вызывает огромный интерес у окружающих, потому что, когда ты берешь его в руку, эти ощущения невозможно передать. Очень премиальное, очень классное ощущение от использования маленького крутого телефона. И из года в год концептуально в айфонах ничего не меняется. То есть, кнопки примерно на том же месте. И те кнопки выглядят по дизайну лучше, чем современные кнопки на современных айфонах. Вообще, конечно, Apple очень неохотно меняет дизайн своих смартфонов, но тогда в айфоне 4s был разъем для наушников. Он был сверху. Конечно, защиты от воды здесь не было. И в разъем для наушников при дожде попадала вода. Соединялся контакт, и айфон думал, что там наушники. Невозможно было разговаривать по телефону, пока ватной палочкой не удалишь воду из гнезда для наушников. Кнопка домой, кстати, без скана и отпечатка пальцев. Он появился только в айфоне 5s. И вызвал много споров, что наши данные передают спецслужбой. iPhone 4s был последним айфоном с тридцатипиновым разъемом, который потом уже в айфоне 5 поменяли на Lightning, который был уже, конечно, куда удобнее. Фотографии, сделанные на iPhone 4s, были крутыми. Но тогда на рынке было очень много камерафонов, крутые ноки с S-овской оптикой. Но камера айфона практически не ошибалась. То есть, шанс получить смазанный кадр на айфоне был куда меньше, чем на всех этих крутых нокиях. Ну и айфон делал очень быстрые кадры. То ли благодаря хорошему чипу, то ли программным алгоритмам, айфон 4s делал фотографии очень быстрые. И также он запускал камеру очень быстро. Но если фотографии конкуренты могли дать получше, чем айфон 4s, то вот по видеовозможностям айфон 4s был на совершенно другом уровне. Съемка в формате Full HD на смартфоне тогда казалась просто фантастикой. То есть, у нас маленький смартфон, который помещается в кармане, и он мог снимать в видео в формате Full HD. Это было тогда просто прорывным решением. Потом уже айфон стал использовать видеосъемку в формате ProRes. То есть, по съемке видео айфоны лидеры, еще начиная с айфона 4s. Я сравнивал фото-видео возможности айфона 4s с айфоном XR. И, конечно же, днем айфон XR снимал получше. Но в целом разница не такая существенная, потому что все-таки в хорошую погоду даже старенький айфон 4s снимал неплохо. Ну а самой крутой функцией айфона 4s была Siri. Голосовой помощник, с которым можно было поговорить, спросить какой-нибудь глупый вопрос, и тогда Siri могла ответить шуткой. Такого раньше не делал никто, потому что раньше на смартфонах были только голосовой набор. То есть, позвони тому, открой это. А с Siri прям можно было вести диалог. Это было очень круто, но, к сожалению, русский Siri не понимала. Приходилось разговаривать только на английском. Но даже тогда это было прикольно в какой-нибудь компании достать айфон 4s, включить Siri и просто посмеяться от ответа в Siri. Дисплей айфона 4s был потрясающего качества. Соотношение пикселей на дюйм здесь равно 326, а в современных смартфонах это значение сейчас 400. То есть, настолько прорывным был дисплей айфона 4s. В те годы у конкурентов было разрешение в половину меньше, чем у айфона, и дисплей айфона 4s был на самом деле революционным. И им было очень просто управлять одной рукой, потому что при переходе на айфон 5 мне уже стало некомфортно тянуться правой рукой до верхнего левого края. Именно там была кнопка назад, тогда не было управления жестами. iOS 9 была последней на 4s, хотя здесь изначально была iOS 5, которая была в стиле скиоморфизм. Производительность на iOS 9 существенно упала по сравнению, скажем, с iOS 6, но iOS 9 стала более дружелюбная, функциональная и интуитивно понятная. И даже по нынешним меркам iOS 9 выглядит вполне ничего. Раньше на iOS 6 даже невозможно было включить фонарик, приходилось скачивать дополнительные приложения, чтобы пользоваться функцией фонарик. Поменять яркость дисплея, включить Wi-Fi, для всего этого нужно было заходить в настройки. Но сейчас современные приложения не запускаются на iOS 9. Очень много программ в App Store, которые просто не подходят к iOS 9 и iPhone 4s. Если у вас есть старый аккаунт, то тогда, возможно, вы сможете какие-то ваши данные перенести на iPhone. Но если мы создаем новый Apple ID, то на iOS 9, на iPhone 4s невозможно поставить, скажем, WhatsApp и многие другие популярные программы. В общем, список становится очень ограниченным. Но по быстродействию iPhone 4s на iOS 6, на iOS 5 работал примерно так же, что и современные iPhone с мощными процессорами. Потому что сама операционная система была очень легкой и имела очень мало функций. Ну и сами приложения весили в десятки раз меньше, чем они весят сейчас. Если мы сравним современный смартфон с дисплеем iPhone 4s, то видим, насколько смартфоны сейчас стали больше. И насколько много времени мы проводим в смартфонах. Раньше в смартфонах мы в основном играли, звонили, писали сообщения, ну и пользовались интернетом. Сейчас же мы в смартфоне делаем нашу работу, оплачиваем банковские счета, покупаем авиабилеты. Сейчас смартфон заменяет полностью компьютер, поэтому нам уже нужен большой дисплей. А тогда использование смартфона было на совершенно другом уровне. И маленькой батарейки iPhone 4s могло хватить примерно на 2 дня, потому что мы просто проводили меньше времени. Сейчас же наше утро начинается с социальных сетей, заканчивается так же социальными сетями. Мы проверяем наши социальные сети. Постоянно мы в мессенджерах читаем новости, отправляем друг другу данные по работе или просто развлечения. Тогда же использование смартфона было для других целей. iPhone 4s был моим вторым iPhone, потом у меня еще было 2 iPhone, а потом я уже перешел на Android смартфоны, потому что мне уже хотелось побольше дисплей. Напишите, какой iPhone у вас был самый первый. Если вам это видео было полезным и интересным, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, потому что я хочу еще возобновить ретро-публику и выпускать ретро-обзоры. Спасибо, что смотрели для этого места. До новых встреч!